Всем привет, с вами Ольга Дуброва, а вы на канале про цветок. Мое сообщение про самый красивый цветок для тени. Но вы же знаете, на одном растении я остановиться не могу, поэтому вашему вниманию я предоставлю два растения. Ну вот представляете, что в любом саду, даже где нет больших деревьев, солнце бывает очень редко, а если и бывает, то непродолжительное время. Я прямо как сказку начала рассказывать, просыпайтесь. И растения подобрать для такого теневого места очень сложно, не специалисту. Поэтому надо быть внимательным и всегда учитывать интересы растений, как они уживаются с тенью. Полутень – это когда солнце бывает, заглядывает часто, и 4-6 часов оно там присутствует. Для полутени растений очень много. Мы их рассматривать не будем, я туда не заглядывала. Я отпустила всякие хвойные пихты, можжевельники, потому что их тоже очень много для тени. Я отпустила плющи, пусть они себе там оползают. Я хотела найти что-то очень интересное и необычное. И если зайти в интернет и спросить растения для тени, там или цветники какие, покажите мне, то мы увидим великолепную троицу. Это хоста, папоротники и остильбы. Великолепные растения, я не буду спорить. И очень много сортов, и с разнообразной листвой, и с характером побегов. И папоротники мои любимые. Но уже приелось и хочется чего-нибудь другого. Поэтому я вашему вниманию предлагаю растение, которое так необычно называется, пиерис. Пиерис японский. Есть и другие виды, но пиерис японский, ну просто-таки самый неприхотливый. Во-первых, затем он морозостойкий, затем он медленно растущий, затем он меняет свою окраску в течение сезона. Листья его просто не дадут вам заскучать, потому что они сначала, молодые листья, практически даже белые. Затем они окрашиваются в розоватый цвет, затем они становятся красными. И потом, наконец, они вызревают и становятся зелеными. И вот вы представьте такую картину. Весна, ну в разных регионах он цветет в разное время. Цветение может начинаться и в конце марта, в апреле месяце. Но вот в моей полосе он цветет в конце мая, в начале июня. В принципе, как и многие рододендроны, потому что пиерис это тоже растение, которое относится к вересковым и любит кисленькую почву. И вот вы представляете себе картинку, вы приходите в свой сад, а там цветущий куст с многочисленными цветками, как будто бы туда привязали множество цветочков ландышей. И листья при этом всякие, потому что прошлогодние листья зеленые, какие-то молодые, слабоокрашенные, побеги. И вот он получается такой весь нарядный и необыкновенный, глаз не оторвать. Берем его с собой, правда? Следующее растение троянистое. Это был кустарник. А следующее растение троянистое. Я хочу предложить вам красивое, необычное растение, которое называется рантис зимний. Англичане называют зимний аконит. Еще его называют весенник. Таких растений мало. Таких, которые цветут, как только сошел снег. Если вас спросить, то, я думаю, на ум придет только галантус, который мы привыкли называть подснежник. Земля еще мерзлая, проталинки, даже иногда сквозь снег появляются подснежники. Так же себя ведет и эрантис. Только он желтого цвета. Цветочки его достигают размера 3 см. Сами кустики могут быть 10 см, иногда даже и выше. И почему я его отправляю в тень? Потому что в то время, когда он цветет, а это может быть и март месяц, либо начало апреля, листва еще нет. А потом, когда появляется листва, то так как это растение эфемероид, оно исчезает. Но на следующий год оно снова покроет вашу лужайку густым ковриком, который будет расцвечен желтыми солнышками. Семейство лютиковый эрантис. И поэтому сами цветочки, они похожи на крупные лютики желтого такого блестящего цвета. Если хотите размножать семенами, пожалуйста, приобретайте семена. Он имеет хорошую схожесть, даже если вы в конце сезона его соберете. Единственная хорошая всхожесть его будет только свежими семенами. А если все-таки семенами размножать, то надо посеять его под зиму. Ну, а семена потеряются, если вы где-то собрали их. Поэтому можно либо сразу посеять, либо положить в холодильник, а потом посеять под зиму в какой-то горшочек. А осенью рассадить полученные всходы. Либо снова же пропустить через трассификацию. Но вот история другая. Когда вы приобретаете у него клубневидные корни, и они имеют такую особенность, что не всегда понятно, насколько они потеряли тургоры свой. То есть очень быстро теряют способность к прорастанию. Поэтому лучше всего приобретать у надежных поставщиков и все равно, глядя на надежность, замочить на ночь. Можно добавить каких-нибудь стимулирующих ростовых веществ, чтобы они пробудились и произошло надежное укоренение. Из его достоинств то, что он абсолютно неприхотлив, исключительно морозостоек, яркие, красивые цветы. И после того, как он у вас поселился, если это будет, допустим, 3-5 штучек, то затем история эта будет бесконечной. Коробочки в конце сезона раскрываются, лопаются, они высеваются, всходят. Муравьи семена собирают и разносят. И поэтому получается вот такая большая-большая со временем полянка. Хоть и говорят, что через каждые 4-5 лет его надо рассаживать, но не отчаивайтесь. Если не успеете, я наблюдала полянки, которым уже 10 лет и неизвестно, где там состарилась, а где там молодую. То есть она постепенно немножко так вот сама себя омолаживает. Я надеюсь, вам понравились эти растения, вы ими заинтересовались. И их надежность и красота заставят вас поселиться в своем саду. Спасибо за внимание. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова